Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен считающие и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. «Я есть Мальфа и Омега, начало и конец, — говорит Господь, — который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Мальфа и Омега, первые и последние. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли к церквам, находящимся в Асии, в Ефесы, в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладийкию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по перси, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый. И был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд, суть семь ангелов, семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Откровение 2 глава. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. «Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит царквам. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Смирской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит царквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». «И ангелу пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. «Так и у тебя есть держащееся учение, Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит царквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, а на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». «И ангелу фиатирской церкви напиши. Так говорит сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавеле, называющей себя пророчеством, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенное. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я есть им испытующий сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим, вам же и прочим, находящимся в феатире, который не держит сего учения, и который не знает так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Откровение 3 глава И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежь своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. И ангелу в филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь сил, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все, гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. И ангелу Ладийкийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной и истины, начала создания Божия. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ой, если бы ты был холоден или горяч, ну а как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогателый и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. «Все, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам». Откровение 4 глава После сего я взглянул, и вот дверь отверстая на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белой одежде и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и глазы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть — семь духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное к кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, свят Господь, Бог, Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущими во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Откровение, пятая глава. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и считать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из ясницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и садял нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец заклонный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе, на земле и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило, сидящему на престоле и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Откровение 6 глава И я видел, что Агнец снял первые семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие, как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящие, «Иди и смотри», и вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящие, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящие, «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ящменя за динарий, елей же вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли, умер шлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да Коля, владыка святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И данным были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосяница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелая смоква своей. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агонца. И вопришел великий день гнева его, и кто может устоять? Откровение, 7 глава. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда на земле ни морю, ни деревам, доколе не положим печать и на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иодина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Осирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Монасиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После всего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвью в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола из старцев, из четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь. «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога, и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не могут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу сочей их». Откровение 8 глава. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труп. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника. И поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделали град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом «Горе! Горе! Горе! Горе!» Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Откровение, девятая глава. Пятый ангел вострубил. Я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелает умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщин. А зубы у ней были, как у львов. На ней были броня, как бы броня железная. А шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов. И в хвостах ее были жало. Власть же ей была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Аводдон, а по-гречески Аполион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу. «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Эфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. «Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Голову у коней, как голову у львов, изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Откровение 10 глава «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горько во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Откровение 11 глава. «И дана была мне трость, подобная жезлу. И сказано, «Встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вречище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в одни пророчествования их. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира саделось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, Который еси, и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отвергся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Откровение, двенадцатая глава. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим, хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать. Питали ее там тысячи двести шестьдесят дней. И произошла на небе война. Михаила, ангела его, воевали против дракона. И дракон, и ангела его, воевали против них. Но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И неизвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Неизвержен на землю, и ангелы его неизвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змеи из пасти своей вслед жены в воду, как к реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене. И разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И расцверепел дракон на жену. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии. И имеющими свидетельство Иисуса Христа.